Главное, что теперь эти паузы заполняются у нас конкретными делами, о которых мы сегодня тоже должны рассказать. Ну, о чём-то вы знаете, о чём-то не все знают. Но то, с чего мы должны, безусловно, начать сейчас, это очень доброе, очень важное событие. Это юбилей Маргариты Ивановны, которую мы любим. Это было всего лишь неделю назад. Под покров Пресвятой Богородицы Маргарита Ивановна праздновала свой юбилей. Я не празднула, я была в церкви. Да, ну, по-хорошему празднула. По-хорошему, да. Это праздник такой, я бы так был. И мы очень рады, что к этому дню мы отчасти готовы. Конечно, не так хорошо, как хотелось бы нам. Но кое-что есть. Маргарита Ивановна, примите издание вашего вокального цикла. Покажите вашим, всем нашим коллегам. По-моему, издание прекрасное. Лирика русских поэтов. Я думаю, что все наши коллеги захотят иметь по экземплярчику. Музыку мы знаем прекрасно, прекрасную музыку. Шкаф, али, звёрта. Да. Посмотрите, друзья, просто... Мне хочется, чтобы вы оценили. Ну, конечно, мы будем... Я даю всем поэтов. Да, конечно. Я думаю, это будет с вашей стороны великодушно. Гуманно. Гуманно, да. С автографом. Да. Я пишу, наверное. Пишу. Ты даже знаешь, уже... Да, спасибо. Я пишу. Только с надписью, конечно. С надписью. Вы знаете, хорошая бумага. Вот мы исправили уже то, что... Вот та партитура Бориса Александровича, там всё здорово было. Но женитьба Бальзаминова. Но там бумага подкачала. Здесь очень хорошая бумага. Печать хорошая. Печать хорошая, формат. Замечательно. Мне кажется, и обложечка хорошая. Замечательно. И посмотрите, внизу наша эмблема. Это наше издание. Это наше издание. Да, это в части. Да. Вы знаете, это... Молодец. Ну вот. Я думаю, что мы ещё вернёмся к этой теме, к юбилею Маргариты Ивановны. В той неформальной обстановке и части, которая последует. И я думаю, что в тех обстоятельствах мы найдём ещё более тёплые слова. Поскольку... Горячие. Да, потому что у нас будет возможность немножечко и, так сказать, взбодриться. Бодриться? Да. Такой певец был в Большом театре. Это икру. Галяшин. Тенор. Ага. Это ваша. Это ваша? Да. Да? Наша, наша. Это наша. Наша. Не ваша. Наша. Это ваша. Это изумечательного. А демография тоже у вас дома? Типа в разных точках. Где дешевые? Закоснение? Нет, не жуком сперёвые. Все адреса известны. Только они... Вот здесь дешевле вчера было, а сегодня наоборот. Так я перебегаю туда. Это очень хорошо. Очень. Сейчас ведь очень просто. Иди в любую эти поздравления. Всё сразу классно. Да, плати и всё делают. Замечательно. Сегодня очень, как всегда, у нас позитивная очень программа. Всегда. Но сегодня у нас как-то много очень накопилось. Поэтому будем собегло, но отметим, постараемся отметить разные пункты. Я хотел сказать, что в начале сентября посмертно Борису Александровичу была вручена премия Москвы. Может быть, об этом не все знают. Может быть, не все знают. Дело в том, что это опять же не просто, так сказать, очень такое событие, которое во всех отношениях хорошее, поскольку удостойно за свои последние произведения. Кроме того, это посмертное присуждение премии, премии красивой премии города Москвы. Ну, может быть, не все знают, что это наше движение. Это не только наш коллега, но и это плод нашей деятельности. Это мы дадили, да? Это мы дадили. Дипломе написано, помню, русского музыкального товарища. Это сложность была, друзья, просто мы не обо всем говорим, потому что не хотели говорить раньше времени. Это большая работа с февраля. Хорошо знал об этом Владимир Ильич и помогал немало. Но было следующим образом. Выдвижения принимаются только до конца года. Поэтому, когда возникла идея выплюнуть Бориса Александровича посмертно, значит, мы могли бы попасть только на 97-й год. Ну, к счастью, так получилось, что я вхожу в эту премию, в эту комиссию по премиям Москвы, значит, там, у Лужкова. Вот, это уже лет, года 4 эти премии присутствуются. Сверидов удостоен этой премии. И Шпай, да. Да, и Шпай, да. Ну, вот сейчас, да, Лоханов. Это отдельный разговор. Вот. Выдвижение было наше. Удалось убедить комиссию в том, что именно так надо это сделать, не откладывая. Помогли, многие помогали. Владимир Ильич, Сверидов звонил Архиповой, Федосеева привлекли. Но выдвижение наше и вся работа по связке всего этого наша. И, конечно, это ведь большая радость. Это большая радость. Это не примеряет нас с утратой, но это радость. Вот. Янина Иосифовна получила медаль, диплом, денежную часть этой премии. Слава Богу, это подспорье. Памятник и издание сочинений, поскольку у Бориса Александровича осталось очень много неизданного. Так что у нас, очевидно, будет и специальная программа по изданиям его сочинений. А вот то, что мы издали, это наша работа. Это непосредственно тоже в рамках нашего товарищества. Вот. Получите. Так же еще, Лев Владимирович, раздайте. Это секстет Бориса Александровича. А, это замечательно. Который впервые в Москве звучал на нашем фестивале нашего товарищества вечера на Большой Никитской. Откройте страничку первую. И вы прочитаете здесь вторую, точнее. Музыкальная товарищества. Нет. Вторую. Вторую, вторую, да. Значит, там информация о присуждении. Прочитайте. Лев Владимирович, прочитайте. Мы же с вами все это и сочиняли. Эзекутория. Нет, ну это не так. Да нет, нет, это текст. Текст. Сексет для арты и духовых инструментов Бориса Александровича Чайковского впервые был исполнен в Красноярске 19 мая 1991 года в рамках фестиваля, посвященного столетию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Московская премьера состоялась 17 ноября 1992 года в Октябрьском зале Дома Союзов в одном из концертов фестиваля «Вечера на Большой Никитской» русского музыкального товарищества. Исполнители – солисты БСО. Москвитина, Арфа, Лебедев, Флейта, Томилова, Гобой, Пермяков, Кварнет, Подкопаев, Фагот, Галкин, Волторна. Этим же составом исполнителей сексет записан в фонд Всесоюзного радио. В 1996 году Борис Александрович Пучаковский удостоен за секстет и симфонию и сарфы премии Москвы. Ну вот, так что, вы знаете, вот все-таки у нас было издание Томаса Иосифовича, издавали мультериала Лазарева, так что понемножечку дело подвигается. Я думаю, мы должны все поблагодарить Льва Владимировича, и Морваль здесь очень велика. Спасибо. Ну и поскольку мы затронули эту тему, значит, мы должны сейчас же просто поговорить и о наших ближайших планах. Значит, я должен сказать, что у нас в работе сейчас сборник арфовых произведений Александра Александровича. Это очень хорошо, поскольку инструмент, который нужно, и у Александра Александровича много прекрасных произведений как раз. Это в работе. Значит, в работе в ближайшее время войдет в работу четвертая симфония Бориса Александровича, тоже у нас. теперь нам надо сейчас просто поговорить. У нас есть целый ряд наших коллег, у которых, к сожалению, мы ничего пока не смогли издать, но издадим каждого. У меня был такой беглый разговор с Владимиром Ильичем, и Владимир Ильич завершил вот буквально на днях вокальный цикл. Ну, как всегда, у Владимира Ильича такое философское произведение с изумительной подборкой текстов. Музыку, я думаю, мы услышим, там работают над исполнением изумительные исполнители, Софиуллин, Аркадьев. И Владимир Ильич любезно согласился, чтобы этот цикл в рамках нашей деятельности также был издан. Поэтому в ближайшее время, Владимир Ильич, я от вас ксерокопию. Уже готово. Готово, все. Значит, и запускаем в производство. Вот ничего, Танечки нет пока, и очень серьезно ставим вопрос, уже не теоретически, а практически. Значит, вот подумай, Танечка, вот что ты... Ну, я знаю, что у тебя есть. Нет, что ты знаешь, я даже сегодня признала, но я... А, сказал уже, да, потому что это... Музыка. Да. Значит, тогда таким образом у нас Ираида Александровна. С Ираидой Александровной у нас тоже намечена. Намечена. Это должна быть такая выжимка из эстетических воззрений Серова, на тему эстетических воззрений Серова. Мне кажется, очень актуальная работа, потому что это сторона. И самое первое, что там все-таки будет, они вот. Серенеборский наш собребенник. Ну, это тоже, на ваше усмотрение. Может быть, Яборский, значит, у вас ближе. Да, да, и то, что он еще раз звучит. Да, видно вы летов. Да, да, и что звучит. Так что, вот это будет издано. Таким образом, мы фактически охватываем... Да, в работе четвертая симфония Льва Владимировича. Наконец-то. Так, так. Ну, сочинение большое, ну вот понемножечку... А председатель? А председатель? Про председателя я, пожалуй, скажу. Нет, ну здесь... Значит... У меня тоже есть радости, мы об этом тоже узнаем. И об этом тоже можно сказать. И это тоже Лев Владимирович. Дело в том, что вот совсем недавно мы получили кое-что изданное. Вопреки логике, вопреки всем мыслимым и немыслимым обстоятельствам в системе издательства. То есть, понимаете, там, значит, признают, что, хоть мы, конечно, и не хорошие, но музыка, очевидно, пользуется некоторым интересом. Вот. И, в частности, издано Светлое Воскресение Владимира Ильича. Это большая наша радость, посмотрите. И, конечно, заслуга Льва Владимира Ильича, который в этом логове, в этом логове, он, значит, занимая принципиальную позицию, вот, делает немало. И я, не скрою, был очень рад, поскольку вышла давно, правда, планировавшаяся, но это, значит, моя третья симфония. Замечательно. Вот, так что, ну, это вот в рамках издательства. Это не наша работа, это только наши авторы. Мы сюда не вкладывали никаких финансов, ничего, но... Но это тоже наш актив. Понимаете, это... Это тоже наш актив. Музык это звучит, и будет звучать. Да, вот. А, 26, да. Так, по поводу неохваченного нашими усилиями, усилиями товарища, председателя, могу сказать следующее. Такое предложение исходило от меня. И встречено было автором с таким большим натиском, отпором. Я, дескать, согласен с издаваться, но только за свои личные деньги, поскольку у меня сейчас появилась такая возможность. Ну и правильно, что же здесь скажешь. Дело в том, что все эти издания требуют затрат. Не будем идеалистами, правда, ведь это надо заказать штамповку или каллигразию, пленки, бумагу, тираж, работа художника. Значит, помимо того, что вот удается делать, и как видите, немало и неплохо, ведь надо еще сказать следующее, ведь на это надо заработать деньги. И здесь опять-таки Лев Владимирович, его роль здесь особенная, потому что мы выпускаем, значит, какие-то издания заказные, на которых мы что-то зарабатываем, и на заработанные деньги издаем товариществу. Потому что другого решения нет. Все это стоит денег, и это, поймите, это лишь просто констатация факта, денег немалых. При том, что, конечно, мы находим оптимальнейшие варианты, как можно экономичнее, как можно дешевле, как можно качественнее. Ну вот не для документа, но подготовленный, оплаченный набор, корректура, посредственность, это то, что хотел, еще будучи живым, Борис Александрович. Он хотел, чтобы вышел разный, это не новый материал. Но он собрал все то, что было ему близко, что сейчас недоступно, это в каких-то аннотации, грампластинках, журналы утерянные, газеты. Но то, что ему было близко, и нравилось, и хотел такой сборник. Понимаете, составителями этого сборника выступают Янина Иосифовна, и вот такая есть Валида Келли, поскольку она тоже писала о Борисе Александровиче. И это, поверьте, это большая работа, это большая книга, и она на выходе. Так что, ну вот это еще существенное дополнение. Мы хотели выпустить эту книгу к юбилею дня рождения Бориса Александровича, но, в общем, сама же Келли задержала очень сильно, ну и потом мы не работаем вот именно к дате, ну выйдет немножко позже. Зато выйдет хорошо, откорректировано, никаких случайностей не было. Вот это тоже будет наш скромный памятник нашему незабвенному другу. Так, ну мы в темпе просто, знаете, у нас же, мы же не бюрократы, поэтому у нас идет просто перечень вот вещей, которые, я думаю, у нас все могут радовать. Очень кратенько я скажу, что, вы помните, я докладывал, рассказывал о проекте фестиваля искусств, концепцию которого была разработана товариществом при активнейшем участии Владимира Ильича, Федоселевых. Этот участок работы требует очень много работы, очень много дел. Но, значит, ограничимся пока такой фразой. Есть сдвиги и положительные сдвиги. Вот так вот. Значит, мне кажется, этого на сегодня достаточно. Это, если это дело хоть в какой-то степени состоится, нам не будет стыдно, потому что это фестиваль московских школ искусств. Всех? Ну, московская школа композиторская есть, литературная есть, в живописи есть, в театре есть. Значит, вот, а такого фестиваля в Москве, к сожалению, нет. И вот, опять-таки, это наша разработка, наша инициатива, требующая много, конечно, сил, времени, разумеется, абсолютно бескорыстная для всех, кто это пробивает. А когда это себя дает? Ну, это, предположить, сейчас же, вот, следующий год, он немножечко затрудняет нам это дело, поскольку следующий год юбилейный. Ну, может быть, как раз в юбилейный год как раз открыть. Ну, там просто очень много всего. И, вы сами понимаете, тут же и вопросы организации, финансирования этого дела. Но сдвиги есть, и, повторяю, сдвиги позитивные. Поэтому, значит, все идет в нужном направлении. А программа, это уже разработано, в этом фестивале? Я плохо не представляю, это московские школы, фестиваль московских... Школы искусств. Школы искусств, да? Нет, называем это... Школы искусств, широкое понятие. Школы искусств, не прочитаем. Это не формулировка, Ирина Александровна. Я и хотела... Это будет называться так должно. Международный, ежегодный международный фестиваль искусств на семи холмах. А вот так. Да. А вот содержание этого фестиваля, считаю, московская культура, так скажем. Не поймите так, что есть какой-то водораздел, который очень точно отделяет, там, я не знаю, московскую школу. Это все не в этом. Это все достаточно тесно. Значит, это будут и драматические школы, и художественные, и музыкальные в том числе. Во всяком случае, так должно быть. Ну-ка, ведь школа, наверное, смещается. Нет, школа в другом. Это в разговорном. это я вам сказал но я вам говорю не учебный школа вас не смущает вот московская композиторская все вы здесь мы в большей или меньшей степени все стим себя надеждой что мы причастны именно я даже думаю что есть и музыковическая школа достаточно отличается от петербургской вы я так думаю как раз представитель именно этой же правда и да традиция например чайковский дагеев стрябин рахманин шаборин шиболин мясковский и мы очень много можем назвать фамилий людей которые жили в москве и борис александр не имеют морального права причислить себя к этой школе правда ведь мы знаем таких людей хотя они достойные наверное музыканты это показывает лишь что такое явление есть оно не существует в изоляции но просто показать что она есть она не выдумана она создана самой жизни ну вот чтобы вы знали просто что это только на него не похоже ну правда в окружении еще целого ряда почтенных людей значит я оторопел мусорный ящик в окна высоту метр и в округе четырех метров и внутри забит партитурами прокофьева северидова хачтуряна петра ильича чайковского это чудовищно это значит союз композитором ссср отряхнул прах со своих ног были сделаны фотографии к сожалению я их дал просто одному знакомому потому что вы вы не представляете значит и петька набрал штук шесть томов санат и прокофьева значит семён катко я потом если любовь к трем апельсинам мы отдали во первых очень много отдали конечно стали забирать не все что могли значит отдали в нашу модную библиотеку они плачут они говорят почему нам не сказали мы за шесть лет не получили ни одного экземпляра нот а здесь опер прокофьев партитуры печатные петра ильича чайковского опричник воевода любовь к трем апельсинам семён катко я не знаю свиридов поэма памяти есенина от 60-го года издания все это хачатурян мясковский отдали в хоровую академию много нот пианистам знакомым отдали в библиотеку сюда они благодарили потому что говорят нас же никто не снабжает почему они хоть нам бы сказали это свозили выбрасывали понимаете и это это просто не в какие рамки и вот в том числе значит я намерен предложить вашему вниманию даже подарить вам а мне кажется мы имеем на это полное право значит здесь есть очень замечательные портреты людей которых мы на полном основании можем считать нашими предшествиями пожалуйста всем по мусорскому это все это мусорь лежат в лежал так пожалуйста маргарита ивановна мусорский 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 проверьте пошла есть не только мусорский 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 пошел так хорошо у кого-то вот мусорский значит у кого-то оставляйте мусорский да мы даже хлопка вместо которых не все хорошо что я да типа надо хотя бы нет но я не знаю, что заместитель копает а кто еще? не перекладывается не перекладывается тихонечко можно? подвесной потолок не открывающего вы, Маргарита Ивановна, замечательный музыкант вы эталон честного музыканта который пропускает свою музыку через сердце через душу все, что в вами написано это необычайно чисто, необычайно высоко, светло в общем, именно так и то, что и составляет признаки высокого искусства вы замечательный человек мы все гордимся, что являемся вашими друзьями есть люди, которые знают вас, естественно, лучше, чем я но я лично счастливый Валя мы рады, что узнали вас на протяжении где-то этого десятилетия и каждый раз находимся под огромным обаянием вашей человеческой личности музыкантской и всегда радуемся всему, что вы делаете в искусству и ваша самобытность, такая жизненная мудрость, которая отличает вашу личность, ваши суждения оригинальные в общем, все то, что составляет признаки большой, прекрасной, высокой личности в музыке, в жизни, в искусстве вот спасибо за ваше здоровье спасибо но я хочу только сказать, что просто, вы знаете, слишком ушло за ваше здоровье за вашу прекрасную любовь и дай Бог вам знаем, что Маргарита Ивановна усиленно работает над новым сочинением сил вам спасибо успехов, всего-всего доброго спасибо будьте здоровы спасибо за эти изумительные слова мне просто даже неловко я даже как-то не знаю, что это сказать во-первых, большое спасибо, но и знаете, что мы всегда, вот все мы с вами любим вас думаем гордимся я разрешу ему привет Иван Густанович И это одна деталь, о которой я хочу с вами поделиться была для того времени совершенно невероятна как известно, все боли себя нахватывает как она считала, пошли тогда, когда по техническому музею она вышла и зал встал а Иосиф Виссарионович будучи очень чутким человеком разным проявлением жизни он, когда ему предложили она спросила, кто это организовал и и она считает, что это было одной из причин очень неприятное для нее гонить так вот концерт в большом зале концерт и когда вышел в зал весь встал встал и стоя минуты 3-4 приветствовал но слава богу что для него непосредственно видимо недоложили а все на России происходит по недосмотру полиции я даже он пришел в эту дом макроусовку знаете этот? конечно, да но я знаю вот все накурили все дым коромыслом извозчики эти все ну что ты рассказываешь не прошли лучшие минуты а он в новой шубе он говорит, это мне в Токио шил японский еврей который мне сделал эту шубу за три с половиной или за два дня и посмотрите как он мне сделал эмблему он открыл так шубу и там роскошный с бобровым воротником с бобровым да а там было эмбельгинец было выше вот и он, значит эту шубу мне показал потом, значит мой лавки эти заплевну все теперь, значит я думаю что же он выбрал он, значит, попросил слевянки и конфетки как и глядинцы потому что там и везде закуска там даже была мокрая креенка мокрая да серенка серенка я думаю и вот этот я думаю сейчас шуба роскошная ротит ротит на вовре и здесь бобер здесь бобер тут шелк и подкладка вытканная какая-то вся простеганная с Эмилием Виллисом вышла ну в общем это роскошное пальто вот и это а рядом засаленные понимаете все промасленные телогрейки ужас куда же он тянет здесь а сел куда-то попросил значит чтобы она подошла это там дала какие-то стаканы все все дрязно такое он хлоп велочку дал мне я тоже я тогда умела мне консерватория осталась у меня когда я с Борей шуриком напевала а разве они пили? а нет да не надо что здорово замечательно потом 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 значит хорошо еще подпустим стоим почти как ни в чем не бывало а мужикам этого дела не было они там перед ну да свои дела на своем матерном языке разговаривать так а он это на нашем да ты же это понимала? он понимала хочу выпить за этот дом гостеприимный необыкновенный у меня просто какой-то родной за Георгий Петрович и за Ванчика какие вы хорошие красивые как вы здесь излучаете доброе и какое-то сочетание ума мудрости и доброты Ванчика за вас спасибо за вашу спасибо за ваши доброты за вашим дарям вам настоящего здоровья и творчества спасибо дарьёв вам и творчества так идёт дай бог диконьку хорошо да дай бог КОНЕЦ Здравствуйте! КОНЕЦ 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 Спасибо. Мы рады видеть вас сегодня нашими гостями. Нам очень бы хотелось, чтобы сегодняшний вечер, который мы назвали «Рождественские приношения», положил начало ежегодной традиции отмечать этот светлый праздник Рождества Христова. И нам очень хочется сегодня поделиться с вами своими мыслями, чувствами, воспоминаниями, какими-то впечатлениями, связанными с этим праздником. Вы помните маленького принца, мальчика, который прилетел к нам со звезды? Это поразительное ощущение чего-то неведомого и чудесного. И вот когда я была маленькая, я, конечно, не знала и не думала, что такое Бог, вера, религия. Но в Новый год и в Рождество мне казалось, что откроется дверь, и войдет этот маленький принц и исполнит все-все-все мои самые заветные желания. И вот даже когда мы взрослеем, мы обязательно должны во что-то верить, и каждый создает себе свою религию. И для кого-то в такой религии становится музыка. Мы начинаем наш концерт с вальса «Шаклэн». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok